Да, действительно, эта программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занькой, а своё особое мнение высказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов. Добрый день. Владислав, добрый день. Вот мы часто говорим об институте уполномоченного по защите прав предпринимателей и в Кировской области, и в Российской Федерации, и у меня до сих пор есть ощущение, что всё равно большинство к нему относятся, большинство и бизнесменов, и уж тем более тех, кто с бизнесом никак не связан, как к некой непонятной, как минимум, а того ещё пуще говорят, искусственной структуре, которая как-то существует, непонятно чем занимается, как много разных всяких объединений, вот человек занимает какую-то должность, какие-то там такие представительские функции выполняет, а как работает, не совсем ясно. И ещё того говорят, а знают ли вообще там президенты, что у нас есть уполномоченные по правам предпринимателей, непонятно, Титова там знают, может быть, а остальных-то в общем не очень. Но я тут понимаю, что не очень давно как раз президент с уполномоченными встречался, увидел ли ты, видишь ли ты действительно какую-то заинтересованность и оценку Владимира Владимировича Путина вот этому институту. Как он её демонстрирует? Ну, как раз хочу начать с того, что официально институту уполномоченных в России 5 лет, федеральный закон об уполномоченном за номером 78 ФЗ вышел в мае 2013 года. Кстати, как раз в 2013 году только в октябре, 18 октября вышел наш региональный закон о уполномоченном за номером 335 Закон области. Соответственно, у нас в этом году юбилей и федерального института, и юбилей нашего регионального института уполномоченных. Это было именно создание официальной структуры, тоже была института именно Путина. Изначально институт работал на общественных началах, бытовали разным мнением, как должен был формироваться этот институт или в виде какого-то совета, который собирался каким-то коллегиальным образом, какие-то спорные вопросы рассматривать. Либо же эта структура должна быть структурой в составе прокуратуры. Ну, вот вы знаете, что Следственный Контест в своё время тоже вышел из состава, выделился из состава прокуратуры. То есть, возможно, что это должны были какие-то прокурорские работники заниматься общим надзором правового поля, в котором работают предприниматели. Но в итоге он возник как самостоятельный институт, ну, в какой-то мере мы являемся органом исполнительной власти. Мы как... Но с примесью общественной деятельности. Да, очень интересная формация. До сих пор институт находится в процессе формирования, встраивания вот как раз вот в то поле, на котором мы работаем, взаимоотношения каких-то властных структур, общественных структур бизнеса. Ну, об этом сейчас коснёмся, потому что как раз только что, несколько дней назад, закончилась очередная ежегодная конференция слёта уполномоченных со всей страны под руководством нашего федерального полномоченного Борисовича Титова. И в этом году это мероприятие проходило, это знаково проходило в администрации президента Российской Федерации. Президент там был? Самого президента не было, присутствовало много федеральных чиновников и представителей контрольно-надзорных структур, руководства Минэкономразвития. Но вот мы начали с того, насколько президент поддерживает. Вот сейчас президент внёс пакет документов по смягчению в Уголовном кодексе так называемых предпринимательских статей. Вот это очень важно, значит, ты говоришь, что президент вносит какие-то документы по смягчению в Уголовном кодексе предпринимательских статей, до эфира начали обсуждать. Я хочу тебя спросить, это с подачи института уполномоченных? Совершенно верно. Титов непосредственно часто официально, как, насколько мы считаем, даже неофициально общается с президентом, с представителями президента, как бы обеспечивая... Ну, понятно, что изначально президент, как должностное лицо, получает информацию от чиновников. Любой чиновник, он фильтрует информацию так, как выгодно, скажем, данному ведомству, данному чиновнику. Как вы сейчас сами сказали, у нас наш институт, он является и государственным, и общественным. То есть, исходя из этого, омбудсмены дают информацию как бы уже от бизнеса. То есть, это не мнение чиновников, это мнение, ну, фактически правозащитников бизнеса. С этой, собственно, целью и создавался. Совершенно верно. То есть, обратная связь, упорядоченная обратная связь для президента, для принятия взвешенных решений. Не скажу, что в пользу бизнеса, а тех решений, которые обеспечивают наиболее комфортное взаимодействие бизнес-структур, властных структур. Что за предпринимательские статьи, о которых говорили? Ну, их много в Главном кодексе. Вот сейчас тоже этого, я думаю, что коснемся, потому что в ходе работы конференции обсуждали 210-ю статью, очень сложную, организованную преступность сейчас, по которой возникает серьезное давление на бизнес. Ну, а здесь пакет мягких поправок по 159-й статье, 165-й статье, 147-я статья. Ну, в основном это касается трактовок, что признавать мошенничеством. Ну, сегодня 159-я статья мошенничества, статья, по которой... Распространенное применение, да, в практике. И сейчас предлагается ряд тезисов смягчить, чтобы не было, скажем, таких однозначных трактовок, что любой бизнес создается с целью противоправной деятельности. Также, что немаловажно, обсуждается, вынесено на обсуждение, освобождение от уголовного преследования руководителей, которые впервые допустили не в плату заработной платы. Но все могут оказаться в этой ситуации. Это не означает, что какой-то, там, вор, там, преступника нужно ссажать. Просто, ну, бывают экономические реалии, всякого бы, а тут такие вот нюансы. Возможно, по смягчению попадут какие-то мягкие случаи так называемых растрат или, там, подчинение ущерба имуществу путем разных причин. Об этом ведь давно идет речь. О том, чтобы экономические, как-то называют, в народе, статьи, не отправляли человека непременно сразу... Совершенно верно. За экономические преступления должна быть экономическая ответственность. Вот мы, как раз, начали с того, что должен какой-то упорядоченный орган, который дает власти понятную картину. Вот на сегодня, в какой-то мере, уполномочен этот тот фильтр, куда должна стекаться вся информация от правозащитников, от общественных объединений, занимающихся защитой бизнеса. То есть вот через это окно, через эту дверь можно достучаться непосредственно до президента. Не только с проблематикой, а с предлагаемыми решениями. И помимо того, что мы сейчас обсуждаем, ну вот, давайте сейчас перейдем сразу к следующему блоку. Нет, подождите, да, блок, подождите. У нас не так много времени. Я знаю, но в этой программе я временем руковожу. Меня интересуют предпринимательские статьи и стратегия президента на их смягчение. Потому что проблемы действительно очень серьезные. Мы даже в Кировской области на самом высоком уровне за экономические преступления видим и на Низовом тоже, и в муниципалитетах тоже. Видим, как люди попадают сразу в тюрьму на срок 2, 3, даже там 8 лет и прочее. Это действительно очень важно. Что значит стратегия на смягчение? Будут ли переданы эти материалы и разработаны, и приняты эти поправки к Уголовному кодексу, о чем говорили на конференции? И в какие сроки? Ну, как минимум данное предложение передано в Госдуму. Сейчас дело за данной ветвью власти. Как законодатели уже сформулируют это в виде каких-то конкретных законов? Будут ли это действенности законы, либо это будут опять законы с какими-то лазейками, с двенными дном? По крайней мере, институт уполномоченного сделал свою работу. Он сформулировал эти требования, донес их до нужного адресата. Сейчас они ушли дальше в Госдуму и мы надеемся, что раз они уже поступают как сказать не снизу, а сверху, что они будут приняты. Но в какие сроки? У нас есть законодательский процесс, в который мы не так сильно можем вмешиваться, хотя и на этом уровне работая с депутатским корпусом, работая с фракциями, работая с комитетами, можно эти процессы ускорять и делать их максимально прозрачными. Это тоже элемент работы уполномоченного. Вот теперь личное мнение особое. Какое у вас сложилось впечатление? Действительно будет принято смягчение в Главном кодексе по экономическим статьям или все-таки это такой процесс очень неспешный? Скажу немножко обтекаемым, учитывая все-таки сегодняшний рейтинг доверия президента и его влияние, я надеюсь, что процесс будет доведен до конца. Надеюсь, что он будет доведен до конца в текущем году. Это особое мнение уполномоченного по защите прав предпринимателей Кировской области Владислава Попова. И вот здесь безусловно нужно говорить о налогах. Всегда, когда мы говорим о бизнесе, мы говорим о налогах. Профилактика нарушения налогового законодательства это то, наверное, о чем вы говорили неоднократно в нашем эфире. То есть повышение уровня образованности имеется в виду бизнесменов или работа с налоговой инспекцией, чтобы она сильно не давила на бизнес. Что это значит? Так, давайте начнем сначала со второго аспекта. Это очень сложно, потому что тут можно говорить бесконечно и, несмотря на то, что вы у нас хозяйка эфира, сегодня нам времени точно не хватит и можно даже сутки на все аспекты взаимоотношения с ФНС. Опять хотел бы начать с успехов, с совокупных успехов всего института бутсменства как федерального так и регионального потому что давление шло на всех уровнях. Ну, вы, наверное, слышали про уже такое очень известное письмо, подчеркиваю, это письмо налоговой инспекции, то есть у нас колоссальная права имеют налоговая инспекция, которая распространяет по своей сети письма. Есть федеральное письмо от 10 июля 2018 года с очень долгой аббревиатурой ЕД 4.15 дробь 13.22.47 с названием о профилактике нарушений налогового законодательства. Это письмо основало просто колоссальные права налоговой инспекции по очень вольной трактовке в отношении бизнеса. И, соответственно, как только это письмо вышло, были просто многочисленные жалобы по всем регионам на то, что, согласно этого письма, территориальным органам ФНС поручалось усилить контроль за представлением налоговых деклараций, подписанных неуполномоченными либо неустановленными лицами. При этом формальный декларация была соответствовать всем требованиям налогового кодекса статьи 80. Мало того, в этом же письме приводился открытый перечень признаков свидетельствующих по мнению ФНС о возможной непричастности к ведению хозяйственной деятельности данных субъектов. Ну, захотела бы смотрела косо, захотела бы смотрела прямо налоговая инспекция. Этот хороший, этот плохой. Соответственно, вся цепочка там, скажем, могла быть разрушена. Вообще, ФНС было рекомендовано провести серию действий, включающих допросы, осмотры помещений и истребования разнообразных документов. Ну, которые... То есть, налоговые сказали ФАС. Сейчас прервемся на полминуты и продолжим особое мнение с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области Владиславом Поповым. Продолжает программа особое мнение. У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает кировский бизнес-омбудсмен Владислав Попов. И вот это письмо, которое только что вы процитировали. Судя... Я даже не закончила цитировать. Там ещё столько пунктов. Да, но мы... Вот тут действительно времени не хватит, чтобы процитировать всё. И я уже поняла по первым абзацам, что налоговые сказали ФАС. Причём, довольно конкретно сказали и дали большие полномочия в работе. То есть, можно любого предпринимателя, судя по этому письму, притянуть по налогам. Вот буквально каждого первого. Нет? Неправильно я понимаю? Тут ключевая фраза «можно». Тут сейчас надо добавить всё-таки прошедшее время «можно было». Потому что после этого колоссального давления и после официального обречения 15 октября текущего года уполномоченного президента в налоговые органы всё-таки действие данного письма было отменено. То есть, письмо отменено. Мало того, по этому письму ещё хочу дополнить, что налоговая вообще имела совершенно абсурдное право, извиняюсь за такое слово, вести процедуру отзыва или аннулирования налоговой декларации. Соответственно, сейчас мы вернулись как бы на исходные оппозиции. Вот это вот, что тут очень важно отметить, я не считаю правильным, когда сам проверяющий может вольно трактовать действия в отношении проверяемых. Тут я бы хотел в двух словах коснуться немецкого опыта, потому что я всё время жил в Германии, стажировался и смотрел, как работает вообще система ведения бизнеса в этой стране. в Германии очень развита роль общественных институтов. Соответственно, ты не имеешь права заниматься бизнесом, если ты не являешься членом какой-то гильдии в какой-то союзе той же ТПП Германии. Соответственно, эта структура правомощна и легитимна давать оценку законности действий своих членов. Соответственно, в нашем случае не налоговый орган должен трактовать дееспособность и правомощность того или иного хозсубъекта, а, наверное, в нашем случае ТПП должен отвечать за своих членов. Но согласно законодательству российскому это не так. Мы опять возвращаемся к тому, что у нас на сегодня в полной мере не развиты эти общественные институты, не развита их роль и ответственность. То есть, вот они образовались в свое время по образу и подобию, кстати, западного. Практически в каждом регионе и торгово-промышленная палата, и различные объединения профессиональные, например, строительные, всем известные, там, СРО. СРО, да. Но они не имели никаких прав во взаимоотношениях, например, с налогами. Уточняю, что согласно федерального закона и закона области помимо непосредственно защиты прав и интересов предпринимателей и инвесторов, омбудсмены занимаются развитием общественных институтов защиты предпринимательства. То бишь, институт омбудсменов прямо заинтересован в развитии данных сильных общественных институтов той же другого промышленной палаты и тех же деловых объединений. Значит ли это, что на федеральном уровне в том числе институт омбудсменов будет выдвигать некие предложения, которые наделят правами, кроме обязательств, обязанностей, еще и правами объединения, бизнес-объединения, например, как торгово-промышленная палата, подняв их на новый уровень. Ну, фактически, я сейчас вот езжу на... Я недавно был как раз на съезде деловой России, на федеральном съезде как приглашенный. Так вот, по моей информации, минимум 6 региональных обучсменов являются руководителями региональных отделений тоже деловой России. Многие из региональных обучсменов возглавляют региональное отделение опоры России, сам ТИТОВ является сопредседателем деловой России на федеральном уровне, а также многие из руководителей, многие из региональных обучсменов входят в правление торгово-промышленных палат региональных. То есть, институты очень сильно интегрированы. Мы же сами сказали, что мы как бы и чиновники, и как бы и общественники. Собственно говоря, основами деятельности региональных обучсменов это не запрещается работа в каких-то общественных объединениях, некоммерческих структурах. Соответственно, вот на сегодня я тоже стараюсь своей работе много внимания уделять работе наших общественных институтов. То есть, я постоянно контактирую с руководителем наших деловых объединений. Это и торгово-промышленная палата, и опор России, и деловая Россия. Но, к сожалению, в меньшей степени работаю с региональным отделением РСПП, с Медведковым. Но это все-таки больше объединение крупных работодателей. И какими-то отостовыми союзами. Да еще привести примеры, которые нарисовали бы картины нашим слушателям, чем занимаются бизнес-омбудсмены. Вот возвращаемся к конференции, которая была буквально на днях в Москве. Кроме организованной преступности, там еще обсуждался вопрос по самозанятым. Давайте сначала про организованную преступность. Я не очень понимаю, объясните мне, пожалуйста, почему в наше время снова поднимается вопрос об организованной преступности. Кажется, что мы оставили это все в 90-х. Немножко не так. Очень часто все упирается в трактовки и формулировки. Так как данная конференция это не формальное мероприятие, оно, его повестка дня, формулируется, исходя из злободневных вопросов, которые как раз направляются региональными уполномоченными. Исходя вот из этой... В чем там проблема-то все-таки? Почему такое возникло? Так вот, 211-го уголовного кодекса. Это у нас, собственно говоря, статья, связанная с уголовными последователями по понятию организованной преступности. Так, а сейчас силовые структуры стали трактовать этот термин немножко шире. Там есть такое понятие не просто организованная преступность, а есть понятие упорядоченная преступная группировка. Соответственно, если находятся какие-то нарушения в какой-то организации, то можно считать упорядоченной преступностью структуру, состоящую из директора и главного бухгалтера и, скажем, финансового директора. То есть, их уже можно подвести под понятие организованной группы, именно упорядоченной группы. То есть, орг структуры организации как-то стало очень вольно трактоваться в ряде регионов как преступное сообщество. И, исходя из данной нормы, пошло дополнительное давление на бизнес. Соответственно, сейчас нужно опять на уровне нормотворчества приходить к правильным формировкам, убирать формировку упорядоченной преступности, чтобы не было такой вольной трактовки, что любая организация может собой являть преступную группу. Ну, эти примеры мы разбирали на съезде уполномоченных. Я сейчас не хочу их касаться, вплоть до совершенно абсурдных формировок, но как бы это ни было, в нашем районе, к сожалению, я такой статистикой не обладаю. До приезда на конференцию невозможно все блоки ослежить, поэтому я не имел статистику, сколько у нас случаев на сегодня дел по данной 20-й статье. Но, по крайней мере, по другим регионам отметили, особенно по крупным промышленным регионам, что по статистике количество возбуждаемых дел по 20-й статье оно выросло. Именно благодаря вот этой, так скажем, такой вот лазейки. Оно слово изменили. Совершенно верно. Да, по понятию организовано пошло понятие упорядочено. Соответственно, вот кто сейчас борется? Борется наш институт, чтобы как минимум вернуться на изначальные позиции, а возможно пойти дальше все-таки давление по этой статье все-таки отделять все-таки нужно по этой криминала от каких-то, может быть, махинаций, от той же 159-й статьи, либо от просто от вольных трактовок силовых структур. А что Вы обсуждали, когда поднимали вопрос о самозанятых? Самозанятые? Это сейчас очень новая тема. Все-таки давайте о самозанятых смотрим. Все сразу напряглись, все учителя, которые репетируют. Совершенно верно. Но здесь я бы хотел смотреть два аспекта по отношению к данному вопросу. У нас как-то все бегут впереди паровоза, вот уже, как я знаю, уже визуруется пилотный проект в ряде регионов. Но два аспекта. Во-первых, хотел бы посмотреть аспект, связанный с изначальной позицией. Что такое самозанятые? Мы, например, являемся опломномоченными по защите прав кого? Предпринимателей. И, собственно, бизнесов, и инвесторов. А самозанятые это кто? Ну, он же зарабатывает деньги, может быть, он тоже предпринимает. У нас доходы, вот вы предприниматель, вы, наверное, просто наемный работник, но вы же получаете доход, у вас есть налогообложение дохода, но вы же не живете с целью, собственно говоря, вы просто работаете, у вас, то есть, в данном случае, то же самое, самозанятые, это кто по статусу? Они у нас индивидуальные предприниматели? Они у нас облажены? Нет? здесь возникает подмена понятий, то есть, человек просто работает, он не работает с целью, постоянно излечения дохода, просто у него возникает дополнительный доход, который государство хочет налогом обложить. По своей сути, это налогообложение физиков, граждан, не с целью коммерческой деятельности, ну, как таковых, именно доходов от коммерческой деятельности, поэтому формально, формально получается, что они к нашей юрисдикции защита прав предпринимателей не относятся. То есть, а кто будет защищать самозанятых? Очень, очень, это вот первый аспект, который стал, у нас была очень жаркая полемика, потому что вопросов очень много, но вопросов стал просто принципиально, то есть, например, понятно, что все-таки мы как, кстати, вот если уже говорить председу полномоченных, то стал и другой аспект, а вот те же ГУПы, МУПы, предприятия, которые созданы какими-то властными структурами, муниципалитетами, это субъекты бизнеса, формально, да, к ним идут точно такие же требования контрольно-надзорных структур, налогов органов, получается, что это тоже субъекты бизнеса, которых тоже мы должны защищать, вот, а вот в данном случае, получается, должны ли мы защищать этих граждан, но если говорить о том, что мы в целом защищаем любые аспекты, связанные с какой-то предпринимательской деятельностью, а это очень с натяжкой можно тратить, как предпринимательскую деятельность, тогда да, это первый аспект. Но не решено еще пока. Вот, и второй аспект, тот же Титов, вот, в рамках Столыпинского клуба Института экономики роста имени Столыпина предлагал очень хороший компромиссный вариант, который почему-то, к сожалению, сегодня не рассматривается, и сегодня мы имеем дело с очень странным, непонятным, мне пока, с точки зрения учета и контроля системой, контроля, вообще это система, самого исчезления налога на профессиональные доходы, база 4%, как эту базу считать? со смартфонов, то человек будет смартфон носить, бабушка, торгующая семечками на рынке, будет подлазить, кулек семечек, потом достает смартфон и начинает вводить доход. Причем, это происходит, там, не знаю, где-нибудь, там, в недрах Кировской области, там, где-нибудь, 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 в Советске. Ну, в Советске у нас еще, там, более-менее, там все хорошо, это у нас близко к центру, а вот, подальше, в Дулузе, да, вот я так это, и там у нас есть интернет-связь, ну, какой-то нонсенс абсолютный, по-моему, у нас работодатели дальше, когда-то они не выезжают, они понимают, что у нас страна-то большая и сама занята, это действительно, это данный контингент. Титов предлагал вариант очень простой, и это было тоже официальное предложение в виде патента, причем с какой-то совершенно пассивной... Патент на семечки. Патент на семечки, там, 10-20, годовая сумма, платишь патент, живешь спокойно, сколько ты продал семечек, подчеркиваю, это же вид деятельности не сыр и излечения коммерческой прибыли. Можете себе представить, Владислав, вот вы эти люди, которые не выезжают за МКАД, они даже представить себе не могут, какие огромные суммы бабушка на семечках, на семечках зарабатывает в Лузе, сколько для нее патента эти люди установят? Вот, ну, сумма патента уже другая, но здесь, вы же знаете, что продавился объем доходов в 300 миллиардов рублей, а так от самозанятых, это какой-то нонсенс, но судя даже в другом, по-моему, что не понимают наши законодатели, другой аспект, ну, русские человеки всегда ищут лазейки, сколько же у нас ИПшников потенциально может прийти под категорию самозанятых, и наоборот, сколько мы доходов недополучим, хотя бы тех, которые мы сегодня имеем в виде упрочной формы налогового обложения, человек идет просто на 4%, и все, вот где-то грань, соответственно, сейчас, когда мы это делаем, не понимаем. Прервемся на полторы минуты, это у нас реклама, и продолжим особое мнение с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области Владиславом Поповым. Продолжается программа «Особое мнение», у микрофона работает Светлана Занько, свое особое мнение высказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислав Попов. Ну вот, чтобы завершить тему с самозанятыми, я тут в перерыве просто подумала, что в Китае принимают закон, который освобождает людей от налогов, чтобы они массово занимались малым бизнесом, малым и микробизнесом. А у нас бабушек семечками собираются облагать, учителей, например. Вот мне кажется, что эта тема даже не про деньги не продумана, потому что Вы сказали, что ИПшники могут массово туда срываться, на самозанятых. Но еще и очень не продумана с точки зрения социальной политики. Вполне вероятно, что подобная политика может привести как раз к социальной напряженности. Ну, я же сказал, все равно, что налоги проще собирать с бедной, потому что богатый придумают, как избавиться от данной обязанности. Это точно. У нас 13 минут до совершения эфира и несколько еще блоков. Спрашивайте. Да. Я-то хотела, конечно, сразу к семинару перейти, который в четверг пройдет. Семинар по НДС. Я просто смотрю, что за последнее время в Кирове действительно очень много проходит семинаров. Вот сегодня Лев, Шварцблад рассказывал о семинаре для бизнесменов. У Вас очередной семинар, снова будет конференция, снова и снова и снова. У меня есть ощущение, что их становится все больше. Насколько они действительно востребованы и насколько они эффективны? Ну, мое мнение, что любая тема, которую мы рассматриваем, она востребована с разной точки зрения. Первое, это как минимум диалог. Это диалог тех, кто задает вопросы, тех, кто принимает решения. А темы этих, вы знаете, Евгений Крепнис, ему будет тема, которая требует у нас остановления. Мы живем в переходный период. Поэтому тот форум, который будет проводиться на ближайшие дни по вектору, а все-таки, наверное, по векторам развития бизнеса, он правильный. Причем я там буду моделировать одну из площадок. Это именно кадровое обеспечение бизнеса как основа развития бизнеса. Посмотрим. Ну и да, вот тот семинар, который мы планируем, я тоже эту тематику озвучил на связи уполномоченных, сказали, что тебе как интересно, мы даже не подумаем, что такой аспект может стать. Благодаря тому, что у нас развиваются системы общественных, представители общественных омбудсменов, и сейчас стало больше информации стекаться вот в эту точку кабинета уполномоченных. Вы планируете больше 50, насколько я помню. Начал я, помню, с 70. Сейчас у нас уже официально сейчас 24 представителя. Я, не знаю, скрули коммерческую тайну. Сейчас мы идем в переговоры с Яном Чебатаревым. Мне очень понравился его подход. У него много успешных дел, колоссальная практика. И думаю, что у нас юристов пробона будет больше, то есть уже будет их 25. На сегодня у меня 24 общественных представителя. Это юридические компании пробона, это представители в районах, это так называемые функциональные обучмены по тем или иным тематикам бизнеса. И вот от них мы получаем информацию, как раз от них поступил запрос, что как правильно исчислять и уплачивать НДС в данный переходный период. То есть мы везде, мы знаем, что продекларирован переход на НДС. И, соответственно, мы по нашей системе собрали обратную связь, какие еще вопросы потенциально могут интересовать предпринимателей или их бухгалтеров. Поэтому, да, у нас в один день будет форум по ректорам развития бизнеса и в этот же день мы будем собирать либо этих же предпринимателей, либо их работников для рассмотрения вот этих вот спорных вопросов. Мы подготовили вопросы, мы официально обратились в наш ФНС, Смехову. Так отреагировала налоговая налоговая. Очень положительно. И вот тут, кстати, встал очень интересный аспект. Ведь, кстати, на сегодня налоговая аспекция тоже постепенно, так скажем, разворачивается лицом к потребителям. Например, вы знаете о том, что они развивают 54 сервиса. И, кстати, об этом тоже говорили на конференции уполномоченных в Москве, что сейчас налоговая развивают именно сервисы, которые упрощают взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами по исчислению налогов, по определению налогооблагаемой базы. И вот я думаю, что в ходе этой конференции об этом тоже будем говорить, будем это освещать. Видите, вы об этом не знали. Благодаря подобным мероприятиям мы это узнаем. Вот когда мы обратились к руководству нашего ФНС с просьбой, проявляя такой семинар, он говорит, да, мы их проводим по требованию, если к нам обращаются. А, по заявкам предпринимателей, например. И кроме нас, с подобной тематикой, разъяснение вот этих вот нюансов уплаты, исчисления расчетов ФНС в переходный период, чтобы потом не было проблем у налогоплательщиков с тем, что неправильно посчитали, неправильно платили НДС. Кроме вот нашего бутсменского запроса обращались только аграрии. То есть получается, что вот как-то у нас... Ну, я не скажу, что бизнес... Такое ощущение, что у всех остальных бизнесменов проблем нет. Совершенно верно. Хотя мы видим, что здесь есть и дела, и банкротство, и посадки. Ну, здесь не так, что сложно. Я надеюсь, что все равно эти вопросы будут регулироваться. Мы как раз взяли аспекты, связанные с чем? Что вот есть переходный период, есть переходные договоры. Как будет исчисляться НДС, если НДС указан уже в договоре 18%, как он будет дальше правильно исчисляться? А мы напоминаем, что на 2% вырос с НДС следующего года. Потом, если ты тебе скажешь нюансы, например, товар поставлен, товар может быть возвращен как в этом, уже в 2019 году, как в этом случае будут расчеты за товар, который, там, заднейшим, возвращается назад. Есть понятие госдоговоров, где прописаны условия. И очень часто в договорах не прописывается ставка НДС, а просто прописывается в том числе НДС или с НДС без указания ставки. Вот набор этих таких пороговых ситуаций мы списком составили, отдали в новую инспекцию и новая инспекция сказала, хорошо, вот на эти вопросы мы подготовим презентацию и вот в таком онлайн-режиме расскажут предприниматели. Но как в рекламе ножей в телемагазине, я скажу, и это еще не все. Мы решили пойти дальше, так как мы сейчас развиваем сеть районных обыцменов, мы постараемся данное мероприятие, которое будем проводить здесь у нас в третьем корпусе в правительство в четверг, в 16 часов, то есть все желающие могут прийти, в зал примерно помещают 150 человек, я думаю, что мы монтируемся человек на 100. Мы постараемся ввести онлайн-трансляцию в интернет для наших районных представителей. Для этого сейчас мы ведем в семьи приговор, чтобы они технически были готовы, чтобы у них как минимум стоял монитор с аудиосистемой, чтобы они хотя бы, ну пусть не путем обратной связи, но хотя бы могли слушать то, что происходит у нас здесь. Потому что как раз такой формат мы говорим с нашими районными представителями. Бизнесмены очень часто жалуются, что у нас законодательство и налоги и все прочее так меняются стремительно в Российской Федерации, что не успевают за этим уследить. Есть такое? Да, к сожалению. Может, они врут? Может, не просто ленивые люди и не хотят отслеживать информацию? Здесь много факторов. Вот мы как раз начали с того, что сейчас у нас идет колоссальный информационный поток и как раз один из каналов обработки этой информации в ту или иную сторону это как раз амбудсмен. Для этого как раз мы создаем районных представителей, для этого мы как раз активизируем работу с деловыми объединениями, чтобы как зонтик мы им спускам, а они по своим членам дальше, дальше, дальше доведены до каждого отдельного человека. Да, на сегодня, к сожалению, у нас происходит что-то странное, что сейчас у нас возникает наростный инициатив, вот так вот резко смена правил игры, но, подчеркиваю, тут должны все работать. Во-первых, мне непонятно, почему так пассивно у нас работают федеральные или региональные законодатели, которые вот очень часто, извиняюсь, после драки... Депутаты. Да, депутаты машут кулаками. Второй институт, который у нас, не институт, а инструмент, который слабо работает, который нам даден, дан в руки, извиняюсь, это оценка регулирующего воздействия. То есть, есть ли нормативные правовые акты федерального, регионального, местного уровня и затрагивают интересы бизнеса, в обязательном порядке эти документы проходят так называемую оценку регулирующего воздействия. И если по итогам вот этой аналитики она имеет значение отрицательное, такой закон не может быть принят. А кто ее должен производить, эту оценку? Есть уполномоченные структуры на федеральном уровне, это МЭРТ, есть региональные, на региональном уровне наше министерство экономического развития. Вот возвращаясь к закону по самозанятым, эта оценка вообще производилась? Такое ощущение, что если да, Давайте начнем с того, что считать здесь нет влияния на бизнес, это просто дополнительно много большинства граждан. Но вот получил человек доходы от казино или от выигрыша в лотерею, это же не предпринимательская деятельность, но есть доход, который нужно обложить. Тут то же самое. Продал человек через интернет тортик, получил доход, давайте к нему тоже обложим. Это просто политика государства, как вот в известном мультике про Чиполина, давайте введем налог на воздух, а потом налог на дождь и так далее. И мы помним, да, к чему народ пришел в итоге благодаря этой политике там, у Чиполина. Не я-то сказал. Конечно, и даже не я, великий автор. Смотрите, у нас остается две минуты буквально, я бы хотела конкретный вопрос вам задать. Он всплыл вчера в программе «Особое мнение». Здесь был Федор Сураев, депутат областного законодательного собрания, и он поднял вопрос, о котором говорят сейчас аграрии. Это отмена льгот по уплате налога на транспорт, на легковой и грузовой транспорт сельскохозяйственных предприятий. Не отмена, а снижение на 50%. Они считают, что это очень серьезные будут потери, и у меня вопрос, аграрии-то об этом говорят, но бизнес-обудсмена там нет. Это тоже не в сфере вашей деятельности? Как вообще эта система работает? Они должны заявиться к вам, и можете ли вы здесь как-то помочь? Фактически здесь, как раз данный законопроект не имеет отношения к процедурам ОРВ, потому что под процедуру ОРВ не подпадает процедура, связанная с формированием или изменением налогов и налоговых ставок, но в любом случае мы могли бы здесь помочь путем опять-таки сотропляции какого-то федерального уровня, если вы к нам обратились. Вообще по умолчанию обудсмены работают в режиме стандбай, вот к нему обратились, он начинает работать, к нему не обратились, да, потому что мы работаем по обращениям. Кстати, у нас поток обращений, если брать по статистике, очень сильно вырос, но к нам не было подобного обращения и опять-таки обращаясь вот к депутатам, какой у нас является и Федор Сураев, вы-то где были раньше, потому что закон этот уже обсуждался и по нему решение принимается в течение двух лет и после драки кулаками махать не надо, то есть если данный закон у нас на сегодня, как говорит Владимир Быков, позволяет получить послабление при уплате долгов области в федеральный бюджет и он просто необходимо понять это, где вы, почему сейчас начинаете, поэтому сейчас я даже не хочу эту ситуацию комментировать, ко мне не обращались, законом нужно было заниматься до этого, а не сейчас уже. Да, и это полномоченный по правам, по защите прав предпринимателей Кировской области Владислав Попов, мы будем встречаться еще в наших эфирах, не только в режиме особого мнения, но и в разворотах на бизнес, где вы активное участие принимаете. Спасибо вам, хорошего дня. Вам спасибо, до свидания.